всем привет добро пожаловать ко мне в гости сегодня я хочу записать начать записывать свой я третий влог по-моему да и хотела с вами поделиться я вчера целый день снимала stories и в instagram кто не подписан подписывайтесь обязательно там много интересного там быстрее выходят фотографии посты какие-то в общем я целый день делала вчера вот этот блокнот со стороны страничками тонированным пухляж получился прикольно мне очень понравился ткань отели все вообще все прекрасно прекрасный блокнот я блок еще не вклеивала обложку я всю прошила здесь детальки да у меня есть бумаги за ламинированные минком ламинировала вот здесь у меня чеборд глоссе покрыт в общем все это я приклеила пришила блок слава богу я не вклеила это очень замечательно что хотя бы блок я не успела вклеить пришила тут резиночку все 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 красиво и потом в конце дня когда я это все это дело я такая радостная была я поняла что я забыла сламинировать саму ткань выставляете даже вообще на мой там ужас я щас не знаю даже не раз придется все вот это вот одирать отковыривать снимать ткань и ламинировать кто опять натягивать но опять прошивать то все вот это вот пришивать обратно очень не знаю сейчас буду отдирать это все все отпарывать буду знаю продают как общество ткани себя поведет может быть новую обложку и делаю эти горы сниму может быть новую обложку сделаю эту тканевую ставлю проблема в том что у меня и картон закончился это маленькие кусочки остались в общем вот такая вот обида обидная узнаете делать буду сейчас все это отковыривать отпарывать неохота конечно но надо еще хотела вам показать всякие красивые штуки которые я сделала из крафт текстиль я еще их нигде не показывала вот такие штуки здесь у меня коричневого цвета только нету сейчас я еще покажу потом блокнотики в общем идея в чем здесь у нас обложка на паспорт из крафт текстиля крафт текстиль я это такой материал в похожий на крафт бумагу но в то же время это текстиль и его можно стирать в машинке так что попробовал такие изделия делать и вот такой сделала органайзер небольшой здесь получается можно положить паспорт карточки снилс и полисы у кого есть у нас с дочкой теперь вот такие маленькие полисы по карточке входит складывается на резиночку закрывается все с собой такой маленького удобненькая прям очень очень мне понравилось но вот такой вот есть черный зелененький мне очень нравится такой хайки цвета полотно и серенький и сделаю я еще блокнотики вот такие они видите они все они все в одной в одном стиле то есть у них одинаковая прострочка одинаковые резиночки и вот эти вот штучки вот такая обложки я пока сделала но тетрадки еще не распечатывала сегодня поеду куплю крафт картон для обложек у меня получается на моих тетрадках у меня здесь из крафт картона обложки у меня закончился надо будет поехать сегодня купить вот здесь у нас резиночка здесь большой карман сюда будет вставляться я по-моему уже показывала да такой блокнотик с отрывными листами здесь я переделала карманы здесь у нас будет один большой вот тоже чтобы так куда я положила сюда по-моему да так сложу потом не найду здесь отделение для карточки а здесь можно как раз положить паспорт там снился какие-то большие потому что я изначально изначально в предварительной версии я сделала три кармана но там получается можно был до 3 карточки запихнуть а паспорт и там какие-то большие вещи никуда не положишь и вот здесь еще большой такой карман не знаю мне прям очень не нравится я еще чуть-чуть доделаю да тетрадочки сделаю еще сзади вот надо приклеить вот эти вот мои запищенки лейбл мой самодельный и еще я сделала ну вы наверно уже видели да вот такие мешочки шилых такие красивые блокноты прям они мне очень-очень нравится хочу еще снять видео эксперимент такой реально попробовать постирать как бы если я заявляю что они что их можно стирать и производитель заявляет что крафт текстиль можно стирать да там набережной стирки по-моему при 30 градусах что их можно стирать то наверное это так и можно сделать хочу попробовать чтобы все знали что мои изделия реально можно постирать в общем пока это все наверное что я хотела рассказать да если что-то будет еще интересненькое хотела открыточку показать но это так конечно я когда вам говорила что я вдохновилась идеи идея в том что листочки это какие-то заборчик такой из него листочки растут и они так приклеены только в начале и когда там ветер дует они там шевелится прикольно смотрят ну просто крафт картон и тут вырубка и вот эти листочки вырубка здесь маленькую наклеечку добавила не знаю что-то мне не хватает в этой открыточке может быть что-то еще добавлю пока не знаю что здесь я на некоторых листочках сделала прорисовку вот этих прожилок черной гелевой ручкой но что-то я начала делать и что-то мне не понравилось и я перестала делать только на некоторых нарисовала и все в общем такая открытая еще я нарубила много-много таких вот фоновой такой вырубки листочков много сделала пока не знаю но что-нибудь еще придумаю из них как-то меня так вдохновили эти листочки это фоновая вырубка но пока что-то вдохновили вдохновили а доделать я даже не знаю что из них сделать ладно все увидимся в следующем включении хочу записать еще кусочек для влога в общем отпорола я вот эту всю композицию не знаю потом попробую еще расклеить ее не знаю что конечно не получится прошитая все клеем в общем вот заламинировала я ткань но я попробовала сделать это в минке в общем я взяла 2 листочка вашмана и использовала их как коврик у кого есть минк или кто смотрел там видео про минк там есть такой прозрачный коврик но он больше предназначен именно для фольгирования так как допустим вот у меня пленка для ламинирования ткани она чуть больше соответственно если бы вот этот вот кусочек он видите он прилип к бумаге лучше он пусть к бумаге прилипнет чем к моему коврику да это будет намного дешевле чем так я его заламинировала положила два листочка ватмана между ними ткань сверху эту пленочку вырезала положила и пропустила на пятерке через минк если у кого-то есть так что пользуйтесь очень я думаю круто будет быстрее чем утюгом это гладить и равномерно везде будет так он у меня кое-где прилип здесь есть один уголок у нас замялся ну это не страшно все равно будут обтягиваться в общем потом что мы делаем да это пленка такая от daily like кто смотрел видео про покупки и вот такую я покупала в магазине daily like и оставлю ссылку пленочка для ламинирования тканей это единственный магазин где я ее нашла не знаю может не попадали с других магазинов но там вот я нашла больше я нигде не нашла то есть мы эту пленочку вырезали приклеили можно утюгом если минка нету обычным утюгом мы берем и гладим вот потом мы убираем эту верхнюю пленочку защитную сейчас мы ее где-нибудь найдем ага вот она легко в принципе отходит вот мы ее снимаем вот я смотрела там видео люди говорили да девочки что вот заламинировали ткани она прямо как клеенка вот такая электризуется конечно они наверное забыли защитный слой брать в общем она такая ламинированная тканюшка такая прорезиненная и кстати девочки лайфхак и у кого есть минк я прогладила ткань тоже в минке также между двух бумажек засунула и прогладила мне не охота был утюг доставать надеюсь вот такой есть его плохо конечно заметно но вот складка была которая посередине ткани в общем я результатом очень даже довольна я говорю самое классное то что он равномерно приклеивает а утюгом где-то подольше подержали где-то поменьше а тут раз прогладили все ровненько все все вообще красота в общем это кстати я новый кусочек ткани отрезала это я не стала я сняла с картонки но я не стала с ней ничего делать такая вся в клюю бумаги дырочку я попробую постирать хотя бы вот от этих от бумажек отстирать или на какой-нибудь на что-нибудь другое и впустить жалко конечно но ничего страшного эксперименты это тоже полезно в общем вот сейчас попробую опять обтянуть свою заготовку картонная и потом покажу еще всем еще раз огромный привет я решила еще кусочек для блога записать сделала я блокнот ну как бы я еще не доделала его да вы уже его увидели начальную версию в итоге что с ним я сделал я его в итоге разобрала полностью я забыла за ламинировать ткань изначально да я все уже весь декор пришила все прошила осталось мне только вклеить обложку ну я еще пока не вклеила блок в окошку вот я в итоге сделала из трех частей обложку у нас получается две две обложки посередине такая перемычка потому что обычная ткань да когда у меня и так проблема с тем что я перетягиваю ткань на обложках поэтому я их не очень люблю делать ну из тканей с таким переплетом с обычным да и с учетом того что я заламинировала ткань да она стала вообще не эластичный с учетом этого вообще у меня получилась обложка несгибаемая прям в итоге я решила сделать что я сделаю из трех частей я прошила благо у меня машинка позволяет мне вот эту всю часть запихнуть и прошить здесь тоже то есть здесь у меня прошитые никуда не отвалится и еще я же по-моему показывала да уже что я заламинировал эту ткань минки и в итоге ну такая получилась знаете нет где-то кусочек был черно не найду мне присылали когда на эту пленку еще кусочек маленький как пробничек прислали уже ту ткань которая заламинирована производителем да да или лайк она мягкая и очень приятно с ней работать то что по сравнению с вот этой тканью до который я сама заламинировала она такая прямо клеенчатая и она вообще здесь на сгибах очень неудобно из нее делать углы здесь вот все вот это загибать прям очень-очень мне не понравилось не работать если честно может быть я просто как-то ее плохо прогладила в итоге короче я после минка я получается обтянула да вот эти вот две части и потом еще раз их прогладила утюгом я уже так прижимала все вот так не гладила а просто там прижимал потихоньку вот ну вроде как получше стало он все равно она такая прям не очень не нравится сейчас все это на углах как заламывается мне кажется это когда-нибудь порвется потом в общем вот такой блокнотик у меня получился еще я добавила вот такие кармашки мы заказчицей заказчицей решили что мы сделаем здесь кармашки что такие здесь получается два на половинку кармашка а в конце один большой карман и еще я сделала здесь вот эту петельку для ручки в общем вот так получилось осталось мне теперь вклеить вот этот блок в обложку кстати вот такой вариант обложки очень выручает когда перетягивается ткань потому что у меня есть честно с этим прям проблемы я даже не знаю как с ней бороться что это я обтягиваю да вот если бы было у меня была у меня полностью такая обложка она у меня перетягивается по горизонтали когда я начинаю закрывать даже посередине здесь бумага как бы обычная бумага не картон да и она начинает вовнутрь сгибаться время как вот когда мы делаем такой блокнот он вовнутрь не выгибается и я решила снять видео попробовать точнее не попробуйте снять видео про то как и заламинировать ткань сама попробую во первых просто утюгом да там сравню возможно утюг и ламинатор если вам интересно видео или там какие-то пожелания есть обязательно напишите я постараюсь снять ближайшее время это видео именно про то как ламинировать ткань потому что я нашла только одно видео где лена полет делает обложку из такого ну сама ламинирует и делает обложку в общем вот такой блокнот у меня почти получился пока больше ничего интересного не было поэтому увидимся скоро еще я склеиваю блокнот первую страничку вклеиваю склею до конца и фотографировал от фотографирую упакую и на этой неделе отдам девочки напишите пожалуйста пробовали вы на ламинированную ткань или сами ламинировать как-то расскажите есть у кого-нибудь опыт так вот то что я как-то не в восторге если честно от этой ткани девочки хочу показать тебе небольшие покупки так заехала в художественный свой магазин любимый и купила там бумагу наконец-то я хочу попробовать вот такую бумагу от палаца уже все мне кажется и но кто использовал я хочу ее использовать для обложек потому что мне надоело покупать такую плотную крафт бумагу в больших листах и потом ее разрезать мне конечно удобней а4 что я в принтер поставил все это напечатал и обрезал и сшил все хорошо вот такая плотная здесь написано 200 грамм мой картон который он конечно поклотнее наверно будет хотя написано у них одинаковая плотность 200 грамм такая по ощущениям что она меньше плотности нет ладно разберемся в общем так с ней удобнее работать когда она а4 чем когда это большой лист и его разрезаешь стоила на меньше 100 рублей что 97 что ли у меня еще скидка и поэтому еще дешевле купила еще вот такие конверты это а4 пока не знаю для чего наверно буду в них возможную свои блокноты и складывать и отдавать заказчиком здесь нет сверху закрывается и еще купила вот такие вот маленькие это опять конвертики тоненькая бумажечка потому что они будут вставлять и что туда складывать пока тоже не знаю для чего нам всего люблю у меня такая крафт покупка все все крафт бумага везде и еще взяла вот такие это у нас уже не а4 а а3 потому что а4 не было это тонкая крафт бумага я хочу делать 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 тетрадки внутри с крафт листами а4 не было такой тонкой бумаги я взяла а3 придет сейчас середине разрезать ее разрезать и напечатать странички кстати я тут новые странички сделала относительно новые вот такие вот разводы кофе они напечатанные сделала как вы думаете удобно будет такой тетрадки писать здесь точечки и такие разводы я их делал не такими яркими как они были в общем вот такие тетрадочки буду делать и крафт тетрадки такие сейчас хочу вот эти свои икс из крафт текстиля наконец-то в инстаграм выложить чтобы люди знали что я делаю от ее инстаграме вообще ничего не выкладывает что-то мне вообще прям лень неохота вообще ничего делать девочки привет еще раз сижу тут я делаю тетрадки из своего блокнота блокнотов своих мидери не мидери а трэвелс ноутбук слова теперь мидери девочки не существует понятно вот сижу делаю тетрадки купила я а4 да я вам показывал идет крафт с мужиком распечатал обложки и они видите они меньше чем обычные вот офисные листы это капец я конечно все прошила теперь них обрезать 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 если я их обрежу я вот одну уже обрезал здесь получается рисунок здесь вот он обрезанный а здесь тут белая полоса остается вообще капец теперь буду я не знаю распарывать их и чтобы у меня обложка посередине было хоть с двух сторон по чуть-чуть обрежу так будет более симметрично чем чем я сейчас с одной стороны все пообрезаю внимательнее надо быть девочки внимательнее девочки хотела вам рассказать про тетрадки надеюсь свет сейчас нормальный видно хорошо в общем прошила я тетрадки с этими же обложками но куда их прошила у меня просто это я их сместила относительно белых листочков я их прошила и из-за того что я и два раза прошила у меня они просто так вот отрывались как знаете отрывные листочки вот мне пришлось к уже сшитым листочком внутренним новой обложке сделать я же их в блокнот вставила новые тетрадочки нет это старые тетрадочки вот здесь меня новый вот так они получились у меня здесь вот такие кофейные разводики вы уже видели вот еще одну тетрадочку я сделала вот такую из крафта и здесь если видно точечки но видимо то что я здесь в середине линию сделала беговку ну чтобы прошить ровно вот этим шилом видимо сильно надавила и она прорвалась и здесь листочек тоже так отсоединился в общем развалился эту тетрадочку я нам для себя оставлю уже для продажи сделаю другие вот еще хотела вам показать упаковочку новых блокнотиков своих вот этих крафтовых вот такую штуку сделала себе это как листовочка и написано про крафтовый блокнот про граф текстиль сам так вот она открывается и здесь еще нарисовано то что можно докупить то есть здесь крафтовый органайзер пластиковый органайзер блоки с отрывными листами которые в конце тетрадочки вам показывала ну и также обложки и органайзеры для документов такие небольшие здесь тоже про крафт текстиль как его стирать можно здесь такую штуку сделала ну и затем так вот написала вот такие штучки буду вкладывать в коробочки с блокнотами и вот эту упаковку я решила переделать на обычные коробочки и такие знаете вот снизу коробочка и сверху крышечка одевается вот такую вот блокнотики мне кажется их никогда не стану показывать здесь обычные тетрадки которые старого образца которые раньше делала я думаю оставлю кому надо будет тот будет заказывать насыпала я в мешок еще от фабрики декору у меня ароматизатор вот запахом бергамота вот такой вот вот он пахнет нормально но надеюсь заказчики к этому нормально отнесутся так что мне нравится вот сюда пайеток насыпала в мешочек сначала хотела насыпать пайетки в коробку но так как она у меня такой не очень форма получилось то они туда вот через эти угла уголки все вываливаются поэтому я их мешок насыпала и ароматизатор кстати тоже вваливается белыми такими крошками и вроде высыпала 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 но вот так вот у меня будет упаковываться на блокнотики но коробочки я переделаю потому что мне очень нравится и еще вам хотел показать сделала коробочку для и кстати коробочки я все вырезаю на плоттере если вдруг кому надо я сниму видео как сделать шаблоны для коробочек вот сделала коробочку для обложки для паспорта так выглядит и я сделал здесь как раз обычную коробочку где вот вниз и верхняя крышечка я думаю что это блокнотов я такую же сделаю потому что так намного удобнее и вырезать проще и вообще мне кажется так лучше будет вот сейчас записываю мастер-класс по декабрьскому дневнику будет розовый из коллекции от примы это у нас baby санта baby вот скоро доделаю и сам арбомчик покажу на не знаю пока здесь в этом филе влоге или возможно в другом но скорее всего еще сниму отдельно прям обзор и будет еще отдельно мастер-класс надеюсь к декабрю я его ну да сейчас начало ноября успею сделаю так что если вам понравится можете тоже вместе со мной сделать потом декабрьский дневник и в этом году я почему-то ну как почему-то просто захотелось я решила поучаствовать в трех даже прям масть не мастер-классах а в трех совместных проектах по декабрьскому дневнику и поэтому у меня скорее всего будет три декабрьских дневника но их я наверно оставлю и с прошлых новых годов с прошлых зиму вставлю туда фотографии или кому-нибудь возможно подарю не знаю пока пока позже еще что-нибудь покажу пока пока